Санкт-Петербург 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 было нужно России для того, чтобы, отчасти по военным причинам, но главное для того, чтобы беспошлино вывозить хлеб в другие регионы. А хлеб для царской России это примерно то же самое, что нефть для России современной. То есть главная экспортная статья. Но российское крестьянство, которое составляло основную часть армии, не хотело воевать за Босфора Дарданеллы. Более того, крестьяне того времени в России это неграмотные или по существу малограмотные люди, которые даже не знали, где эти Босфоры Дарданеллы находятся. Ну и наконец война шла уже не первый год. От нее смертельно устали. Это была очень страшная война, я думаю вы прекрасно знаете, для Франции она была точно такой же. Применение нового оружия массового поражения, в первую очередь отравляющих газов. Иными словами, крестьянство от войны устало и внутренние проблемы становились для него гораздо важнее, чем проблемы войны за обладание иностранными территориями. Иными словами, русская армия в значительной своей части воевать уже не хотела. Она хотела мира. И третья проблема, это проблема рабочих. Дело в том, что в ходе Первой мировой войны ужасающая инфляция съедает и без того небольшие рабочие зарплаты, в то время как прибыли заводчиков и фабрикантов растут на военных заказах. И это очевидно. Рабочий выходит на Невский проспект Петрограда и видит роскошные товары в богатых витринах магазинов, видит хорошо одетых господ, которые ходят в кинематограф, в театр, в ресторан. И естественно это вызывает у него ненависть и злобу. Отсюда рождается желание установить рабочий контроль за заводами и фабриками, за правлением предприятий. И рабочие все больше и больше требуют своих прав. Кроме того, даже для солдат, которые завтра должны были идти на фронт и умирать за Родину, сохранялись некоторые по существу полуфеодальные ограничения в столице. Они не могли ходить по тротуару центральных улиц, ездить в салоне трамвая. И особенно их уязвляло то, что по отношению к ним господа обращались на «ты», а не на «вы». Об этом даже писал Лев Толстой, отмечая это как уродливое явление российской жизни. Поскольку первая революция 1917 года произошла в феврале и была результатом накопившегося гнева масс. В ее, вследствие февральской революции, император Николай II отрекся от престола. В стране сформировалось временное правительство, которое должно было довести страну до учредительного собрания. Это временное правительство составляли представители буржуазных партий. Но реальной власти временному правительству практически не принадлежало. Основная власть сосредоточилась в руках стихийно созданного Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Все вооруженные люди в Петрограде, рабочие и солдаты, были за совет. Оседлать это стихийное движение масс попытались те политики, которые долгое время работали в рабочей и солдатской массе. В первую очередь это представители партий социалистов и революционеров, работавшие с крестьянством, меньшевики и большевики. Но большевики на первом этапе были на вторых ролях. Однако в промежуток между февралем и октябрем временное правительство ничего не сделало для того, чтобы решить вот те три ключевые проблемы, которые я обозначил. И, собственно, когда Владимир Ильич Ленин вернулся из эмиграции в Петроград в апреле 1917 года, он заявил, что оно и не решит эти проблемы. Оно не даст крестьянам земли, потому что действует в интересах помещиков. Оно не заключит мир, потому что буржуазия, которая составляет временное правительство, стремится к коннексии Босфора и Дарданелл. И, наконец, оно не даст никакого рабочего контроля, потому что ну кто же будет избавляться от собственных барышей. Временное правительство находилось под опекой, во-первых, крупной буржуазии, которая финансировала даже входивших в него социалистов умеренного толка, а самое главное, военных и дипломатических миссий стран Антанты, которые панически боялись выхода России из войны. Это привело к тому, что в глазах рабочих и солдат популярность бескомпромиссных большевиков с каждым днем росла все больше и больше. В результате я опускаю целый ряд интереснейших деталей. 25 октября 1917 года по старому стилю здесь, в Петрограде, произошло Октябрьское вооруженное восстание, которое смело временное правительство, и к власти пришли большевики. Они передали власть второму съезду советов, то есть общему собранию советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов со всеми России. И второй съезд советов, который прошел 25 октября 1917 года, решил те ключевые проблемы, которые я обозначил. Он провел земельную реформу, он установил рабочий контроль и, наконец, издал декрет о мире. Это не означало, что Россия молниеносно выходит из войны, но это означало, что Россия предлагает всем воюющим державам немедленно приступить к переговорам о демократическом мире. Без аннексий, то есть без захвата чужих территорий и без контрибуций, то есть без финансового грабежа. Единственным государством, которое отозвалось на предложение начать мирные переговоры, оказалась Германия. Германия уже находилась в тяжелом положении, еще более тяжелым находились ее союзники Австро-Венгрия, Болгария и Турция. Но немцы играли двойную игру. Поняв, что Россия находится в тяжелом положении, потому что ее армия уже не хочет воевать, она разлагается, немцы все-таки подумали, что они могут выиграть Первую мировую войну окончательно и стали навязывать советской России кабальные условия мирного договора. В советском правительстве сформировалось два подхода к тому, что теперь делать. Один подход гласил, что нужно продолжать революционную войну, но армии для этого не было. Второй подход, подход Ленина, гласил, что нужно соглашаться даже на такие кабальные или похабные, как он назвал условия договора, на похабный Брестский мир. Но после заключения этого мира необходимо немедленно начать переустройство советской России на социалистических началах и пример нового социалистического общества взорвет империалистических противников изнутри. Там произойдет революция и вот это поражение, этот похабный кабальный Брестский мир обернется победой. С огромным трудом Ленину удалось убедить своих соратников, продавить свою точку зрения. Брестский мир был заключен. Конечно, заключение Брестского мира стало буквально катастрофой для дипломатии стран Антанты. Англия и Франция негодовали. И с этого момента основной целью их внешней политики стало возвращение России в войну. Они опасались, что сейчас Германия перебросит свои войска с Восточного фронта на Западный и бросит все силы на покорение Франции. Таким образом, война будет ими проиграна. Это была одна из важных причин интервенции, но не единственная. Дело в том, что сама идея социалистического переустройства общества будоражила буржуазные круги на Западе. Они не хотели появления примера такого общества и опасались большевиков как врагов всего цивилизованного мира, как они это называли. Наиболее энергичным сторонником этой идеи в Антанте стал будущий премьер-министр Англии Уинстон Черчилль. Наконец, третья важнейшая причина интервенции заключалась в том, чтобы просто поживиться российскими ресурсами. Российская государственность явно разваливалась, и бывшие союзники по Антанте хотели протянуть руку и взять то, что плохо лежит. И особенно волновал их вопрос возвращения царских долгов, поскольку царская Россия была финансово неустойчивой державой. До войны она очень много занимала, брала кредитов у французских банков, а во время войны ее главным кредитором стала Англия. Таким образом, и французы, и англичане были заинтересованы в том, чтобы вернуть деньги. А большевики категорически отказывались их отдавать, говоря, что эти деньги были заняты на враждебную, на ненужную для народа войну, а они как народное правительство себя должниками уже не считают. Именно это во многом обусловило потом поддержку белого движения, потому что белые, как только брали власть на какой-то территории, они сразу же признавали все царские долги и таким образом рассчитывали на поддержку стран Антанты. Но на кого опираться? Кто возглавит антибольшевистское сопротивление? Мы хорошо знаем о существовании белой армии, но она формировалась не сразу. В первые месяцы после того, как к власти пришли большевики, как создалась советская Россия, сопротивление белых было очень ограничено. В основном оно разворачивалось на Дону и потерпело полное поражение. Поэтому появилось решение опереться не на русскую национальную силу, которая в это время присутствовала на территории бывшей империи. Речь идет о 50-тысячном чехословацком корпусе. Это корпус, сформированный еще в царское время из военнопленных Австро-Венгрии, этнических чехословаков. Они должны были отправиться на фронт, чтобы сражаться против немцев. Но с окончанием войны, с Брестским миром, чехословаки оказались непрекаянными, они оказались никому не нужны. И тогда опеку над ними взяли французы. Франция признала их соединением своей национальной армии и начала переговоры с советским правительством о вывозе чехословаков на Западный фронт, где в этот момент ожидалось немецкое наступление. Часть иностранных миссий считала, что действительно чехословаков нужно вывезти на Западный фронт, чтобы усилить оборону Франции. Но главную скрипку в этой интриге начал играть тогдашний посол Франции в России, Жозеф Нуланс. Он считал, что никакое соглашение с большевиками, никакие переговоры с большевиками невозможны, и через своих эмиссаров начал подстрекать чехословаков к восстанию. Надо сказать, что большевистское правительство также не проявило достаточной гибкости в этом вопросе. Чехословаки должны были быть вывезены через порт Тихоокеанский, Российский порт, Владивосток, и они двигались по Транссибирской магистрали в этот город. По дороге они встречались с немецкими и австрийскими военнопленными, которые ехали из лагерей, размещенных в Сибири, на родину после Брестского мира. На этом пути постоянно происходили разного рода столкновения, потому что для немцев, чехословак, для австрийцев, чехословакий, и особенно для венгров, у которых традиционная вражда с чехословаками была, это предатели, это люди, которые изменили присяги и перешли на сторону противников Первой мировой войны. И вот эти столкновения постоянно обостряли ситуацию. После одного такого инцидента, который произошел в Челябинске, и ряд чехословаков оказался в тюрьме, потому что они избивали венгерского военнопленного, возвращавшегося на родину. И это послужило... Чехословацкие товарищи попытались освободить своих соратников, и это послужило началом чехословацкого бунта. Когда он стал реальностью, комиссар по военным делам Лев Троцкий, я думаю, известный вам человек, издал довольно резкий приказ с требованием немедленно разоружить чехословацкие части. Это требование было возложено на местные советы рабочих и солдатских депутатов. Однако, по существу, это были еще очень рыхлые органы власти, которым такая задача была не по зубам, в то время как чехословаки были боеспособны и организованы силой. Этим конфликтом воспользовался Жозеф Нуланс. Когда восстание чехословаков стало реальностью, он отправил к их лидерам своего эмиссара, который заявил, что Антанта полностью поддерживает действия чехословацких войск и более того, считает их действия созданием противонемецкого фронта в России. То есть чехословакам было предписано продолжать здесь Первую мировую войну, хотя никаких немцев здесь не было, большевики не были немецкими ставленниками, и по существу речь шла именно о свержении советского правительства. Собственно, именно эти события считаются началом не только интервенции, но и вообще полномасштабной гражданской войны в России. Чехословаки свергают советскую власть на огромной территории, занимают значительную часть Сибири, а также Поволжья, и в Самаре организуется Белое правительство, так называемый комитет учредительного собрания. Таким образом образовался первый фронт интервенции, но, конечно же, не единственный. Второй фронт интервенции, это дело происходит в июне 1918 года, а в начале августа 1918 года образуется второй фронт интервенции на Русском Севере, где располагаются два очень важных города – Архангельск и Мурманск. Это порты, через которые во время Первой мировой войны осуществлялась коммуникация между западными союзниками и Россией. Мурманск – это незамерзающий порт, Архангельск замерзает, но ненадолго, поэтому именно там, в этих городах, активно присутствовали англичане и французы, и там скопилось очень много военных грузов этих держав. Здесь, в Петрограде, важную роль играет военно-морской атташе Великобритании Фрэнсис Кроми. Человек очень талантливый, храбрый военно-морской офицер-подводник, пользующийся очень большой популярностью среди офицеров русского Балтийского флота. Он воевал здесь как военный специалист и потопил крупный немецкий корабль в годы Первой мировой войны. После Октябрьской революции он вербует бывших царских офицеров, снабжает их британскими документами и отправляет их на север, чтобы готовить белогвардейское подполье. И вот по биографии этого человека мы видим, как гражданская война разделяет напополам население страны, и этот разлом проходит даже по семьям. Чаплин прибывает в Архангельск, кроме завербовал капитана второго ранга, морского офицера, Георгия Чаплина. Этот человек прибывает в Архангельск с английскими документами на имя капитана Томпсона и становится лидером белогвардейского подполья, которое в ночь с 1 на 2 августа 1918 года поднимает мятеж и свергает там советскую власть. И вот что удивительно и неожиданно, противодействовать белогвардейскому мятежу пытается другой морской офицер, в Архангельске бывший царский офицер, и это двоюродный брат Чаплина, Николай фон Дрейер. И на этом примере мы видим, как гражданская война начинает разламывать уже семьи. Дело в том, что Чаплин после того, как его группа захватывает власть, она обращается к эскадре Антанты, которая находится в Мурманске, и на самом деле уже идет к Архангельску с официальным приглашением о военной помощи. Дрейер же выходит на двух ледоколах, которые находятся в его подчинении, и пытается их затопить на фарватере, чтобы британская эскадра не могла пройти. Эта попытка предотвратить вторжение Антанты оказалась неудачной. Суда все равно обошли затопленные ледоколы. Дрейер был впоследствии арестован и расстрелян по обвинению в измене. Его же двоюродный брат остался с Антанты до конца. Он уехал в эмиграцию, стал английским офицером, впоследствии участвовал даже в высадке в Нормандии в 1944 году, как офицер Британии. Итак, именно Антанты становится основной военной силой, захватившись с севера России. Общее командование осуществляет британский генерал Фредерик Катберт Пуль. В его подчинении находятся французские и американские контингенты. Основная цель – пробить коридор для соединения с чехами. Для этого надо в короткие сроки взять два стратегических железнодорожных узла – Вологду и Котлас. Однако, произошло неожиданное для Пули. Он придерживался совершенно неверной стратегии. Во-первых, он ни во что не ставил Красную Гвардию, считая, что это низкобоеспособная сила, которая разбежится при первом же появлении бравых иностранных воинов. Во-вторых, контингент оказался все равно небольшим. Самое большое число иностранных интервентов на Севере составляло 23 тысячи человек. Почему столь немного? Потому что, во-первых, у Антонте не было больше сил, еще шла война на Западе. А во-вторых, британское командование придерживалось такой точки зрения, что будет несложно набрать войско из местного населения, потому что оно замучено большевиками, и они все хотят воевать. И в результате, когда началась мобилизация, неожиданно выяснилось, что русские крестьяне не хотят воевать ни за белых, ни за красных. То есть раньше они саботировали мобилизацию в Красную Армию, в Советскую, а теперь они точно так же саботировали мобилизацию в Белую Армию. То есть армию набрать не удалось и белым тоже. А вот большевики весьма удивили страны Антонте, потому что они действительно оказали ожесточенное сопротивление при обороне Вологды и Котласа, и даже у станции Абазерская смогли окружить и рассеять американский отряд из 500 человек, который несколько дней блуждал по лесам и чуть не умер от голода. Кроме того, начали наблюдаться противоречия между самими союзниками. Наиболее энергичными в своих хищнических планах оказались англичане. Американский посол Фрэнсис писал, что они демонстрируют многолетний опыт, оказавшись на русском севере, они демонстрируют многолетний опыт колониализма. Начался такой безудержный грабеж, в первую очередь леса, что от этого, говоря низким стилем, обалдели даже белогвардейцы, стекавшиеся на русский север. Когда они пытались заявить протест, им отвечали, что все товары с севера, природные ресурсы забираются в счет старых царских долгов. Но очевидно, что это был грабеж конкретных чиновников и военных, которые не были уполномочены на это своими государствами. Как это ни странно, но воспоминания руководителей белого движения и белых генералов фактически пестрят упреками в адрес союзников. Они занимали самые лучшие дома, самые лучшие каюты на судах, пользовались самым лучшим продовольствием и относились к местному населению как к каким-то туземцам или пуштунам. И постепенно боевой дух белогвардейцев падал, потому что они достаточно наивно относились к иностранным союзникам. Они-то считали, что это наши боевые товарищи, и мы здесь вместе сражаемся против немецких ставленников, а те, наоборот, приступили к безудержному грабежу, и как-то это боевое братство уже игнорировали. Таким переломным событием в этом отношении, конечно, стало окончание Первой мировой заключения перемирия на Западном фронте в осенью 1918 года. Дело в том, что пропаганда распространяла в корпусе интервентов фальшивую информацию о том, что большевики — это ставленники немцев, это их марионетки. И поэтому, конечно, значительная часть контингента Антанты считала, что она здесь продолжает сражаться с немцами. Но на самом деле, конечно, это было не так. И вот когда было заключено перемирие, пропагандистское ведомство интервентов начало разбрасывать с аэропланов листовки, в которых было написано «Сдавайтесь, Германия проиграла войну, вам больше не за что воевать». Они бросали эти листовки на красные позиции. Но произошло неожиданное. В стане красных известие о капитуляции Германии, о том, что там произошла революция, вызвало невиданное ликование, и они удвоили сопротивление. После этого рядовой состав войск, который находился на севере, войск Антанты, который находился на севере, разуверился в деле, ради которого их послали, поняли, что здесь им противостоит русский народ, а вовсе не какие-то немецкие шпионы. И это серьезно сказалось на боевом духе. К тому же англичане не успокаивались, строили разные прожекты. К примеру, на русский север приехал очень известный полярный исследователь Шеклтон. Приехал он не просто так, а с проектом создания концессии, по которой его фирме передавались бы лучшие лесные участки Кольского полуострова сроком на 99 лет. В виде такого отношения союзников к красным стали прибиваться и бывшие царские офицеры, которые воспринимали эту войну как нечто вроде отечественной войны против иностранных захватчиков. Одним из таких офицеров стал бывший царский генерал Александр Самойло, кстати, разведчик и, кстати, кавалер Ордена Почетного Легиона Французского. С именем Самойло связана интересная операция, которая прошла в этом районе командование. Центр поставил перед ним задачу выбить британский гарнизон из города Шенкурс, это стратегический город на русском севере. Смысл этой операции заключался в том, чтобы произвести неизгладимое впечатление на самое слабое звено коалиции американцев, которые и до этого не хотели особенно воевать на русском севере и предписывали своим войскам только охранять военные грузы. Задача заключалась в том, чтобы нанести американцам и англичанам решительное поражение, но при этом не катастрофическое, чтобы не вызвать ненависть. Вот Самойло с этим справился, и зимой 1919 года город был освобожден. На 90 километров отбросили войска Антанта, и это показало, что Красная Армия весьма и весьма боеспособна. В виде бесперспективности борьбы американцы первыми принимают решение об эвакуации своих войск с севера, вслед за ним эвакуируются уже и британские, и французские контингенты. Однако была бы ошибка считать, что интервенция закончилась с окончанием Первой мировой войны, наоборот, в 1919 году она разражается с новой силой. Цель Великобритании — это отколоть от новой России окраинные государства и создать санитарный кордон на пути распространения большевизма. В первую очередь это касается Финляндии, то есть Британия настаивает на независимости Финляндии и прибалтийских государств. Если еще при этом получится уничтожить большевистское правительство, как того хочет Уинстон Черчилль, будет прекрасно. Для этого на Балтику посылается первая эскадра легких крейсеров военно-морского флота Великобритании во главе с адмиралом Уолтером Кованом. Мы сейчас с вами находимся в городе Санкт-Петербурге, который тогда назывался Петроградом. Он всего два раза был атакован иностранными войсками. Один раз во время Второй мировой войны это были нацисты, а второй раз как раз в 1919 году, когда это были английские интервенты. Летом 1919 года британская авиация начинает бомбить главную базу Балтийского флота Кронштадт, небольшой остров в Финском заливе, который является морскими воротами. А 19 августа британское командование бросает свои торпедные катера с целью уничтожить Балтийский флот. Вся операция продлилась не более 40 минут. Британские катера подошли в Кронштадтскую гавань и начали обстрел Балтийских судов. Но первая же торпеда попала в дно и взорвалась. Тогда эсминница хранения Гавриил открыл ответный огонь по катерам и сумел уничтожить несколько из них. В суматохе два катера потом столкнулись друг с другом, остальные вынуждены были ретироваться. Это было полное поражение англичан. Благодаря ему, благодаря выдающимся действиям советских моряков удалось сохранить Балтийский флот и поддерживать с моря Красную Армию, которая оборонялась от наступления белогвардейских войск. Еще одним важным фронтом интервенции была, конечно же, Сибирь. Там тонн задавали две силы. С одной стороны, это были чехи, командовать которыми прислали французского генерала Мариса Жанена, а с другой стороны, это были японцы, которые играли свою игру. Чехи уже не играли особенной роли в боевых действиях и в основном мародерствовали. Япония же оккупировала достаточно большую территорию, которая не подчинялась даже верховному правителю России, адмиралу Колчаку, ставка которого была в Омске. На японской территории разворачивались крупномасштабные восстания, которые подавлялись очень жестоко, вплоть до сожжения деревень. День действия японцев в этом регионе напоминает впоследствии действия нацистов во время Второй мировой войны. Ну и, конечно, очень важным фронтом интервенции был юг России. Здесь основную скрипку играли французы, французский флот, который в конце 1918 года занял Новороссийск, Крым и Одессу. Но Красная Армия нашла, как советское правительство нашло довольно адекватный ответ на эту часть интервенции. Во-первых, был сформирован агитационный отряд ЧЧК, чрезвычайные комиссии, в которые входили либо этнические французы, либо люди в совершенстве владевшие французским языком. Они приехали в Одессу и возглавили Одесское подполье, занимались агитацией среди матросов и солдат. Одной из таких известных француженок была французская коммунистка Жанна Ля Бурб. Другой известный человек из этой группы – это Жан Лафар. Француз уже во втором поколении, он родился здесь, в Сестродетске, под Петербургом. Вот они очень активно поработали в Одессе. К сожалению, Жанна Ля Бурб была разоблачена белогвардейской разведкой и расстреляна. А Жан Лафар продолжал выполнять свою работу. Во многом благодаря им, хотя и по объективным причинам тоже, уже весной 1919 года на судах французского флота начались волнения. Есть данные, что Жан Лафар сумел передать крупную взятку одному из французских командующих Андре Фрейнбергу. Однако, конечно, это не является главной причиной эвакуации французского флота, главная причина заключается именно в бунтах на кораблях, которые продолжались даже по возвращению их во Францию. Идею международной солидарности рабочих и солдат в то время охватывали лиц разных национальностей. И память об этом была жива и много лет вперед. Очевидец событий, известный советский писатель Валентин Катаев, описал это в повести «Поэт», которая была экранизирована в 1956 году. Главный герой, поэт, пошедший, воюющий на стороне красных, должен передать донесения советским войскам, которые приближаются к Одессе. Но для того, чтобы добраться до советских войск, ему нужно пройти через посты французских интервентов. Его задерживают, не верят его пропуску. И вот что произошло дальше, я хотел бы показать вам на экране. Я привез маленький отрывочек из этого фильма. Включите, пожалуйста. Ну, спешите, скоро, скоро. Au revoir. Au revoir. Ну, 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 антонди, антонди! Андрей! Монтрей-мой! Монтрей-мой пропуск! Мне что-то не нравится ваш пропуск. Какой-то неясный печать. Я бы лучше всего показать на русскую заставу. А мама? Моя мама. О, это недалеко, у вас проводят. Андрей! Я плачу. Да, он даже поставит. Поехали! Увидимся, в «Арым». У нас будет много написано. Андрей! Монтрей. Согласно, ли дверь в рамках и вырез. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок во время войны, против Болшевиков, в какой-то смысле. Это делает, что случилось в момент у ПАК Германно-Советики, когда они хотели позволить, чтобы ПОЛНЕ позволить, собственно, украинку между Францем и Львами. И ПАК Германно-Советики был signен, в частности, потому что ПОЛНЕ не решили, в том числе, что есть связь между Лениной Советики и все-таки, что они должны были с ними, а потом. Я хочу, чтобы вы услышали каково, 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 когда Россия вменила на СССР, чтобы вы решили это, чтобы, чтобы улучшить их на войну? – Ну, спасибо. – Да, очень интересно. Я задаю вопрос, на пункте, на сне, что, в результате, на революте мексиканное было влияние нарушение в России, Потому что в 1910 революционном мексике, я говорю о 1910, потому что в 1910 революционном мексике очень много влияния в Америке. Я спросила, что в Америке латинство в первую революцию были сделаны по гражданам. В 1910 году действовала не в интересах Франции, потому что Польша, несмотря на давление французского правительства, отказывалась пропустить советские войска через свою территорию для соприкосновения с войсками Германии. То есть в интересах Франции французская делегация и на Варшаву давила, и Москву заверяла, что Польша будет просить о пропуске войск. Но Польша повела себя здесь не как союзник Франции, не в ее интересах действовала. Она отказалась это сделать, и это была огромная ошибка польских политиков, за которую они жестоко поплатились. Я считаю, что Польша предала Францию в этих вопросах. Я считаю, что этот отказ сопоставим с тем, если бы Российская империя в 1914 году отказалась бы наступать в Восточной Пруссии, когда шла битва за Париж. То есть они просто подставили Францию, таким образом дали Вермахту возможность в итоге ее взять, потому что Германия смогла сражаться на Западном фронте в одиночку, а Польша оказалась очень слабым противником. Теперь про мексиканскую революцию. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, прямого влияния, конечно, не было, потому что Мексика и Латинская Америка находятся очень далеко от России. Но я обращаю ваше внимание на то, что, как мне кажется, революция в России была частью общемирового процесса, в который укладывается и революция в Мексике, и революция в Китае, и революция, которая произошла в Португалии в начале XX века. То есть это части общего процесса революционного обновления мира. Ну а что касается крестьянства, то действительно, конечно, основной движущей силой в Мексике и в России это были крестьяне, хотя авангардом в России был, конечно, рабочий класс, наиболее сознательной частью, но массу обеспечивали крестьяне. И то, что большевики своим первым декретом издали декрет на земле, это было именно то, что обеспечило им легитимность именно в этой среде. Да, я благодарю всем за выбросить для школу, потому что у моих семей***, у мужчины с 19 лет, который был умер на Гищене, потому что он был revoltен из-за команды. Я думаю, что Гищене, Андрей Марти, это не владеет, и Charles Тиллион, есть. Спасибо. Pour dire la réalité des décès de, je ne sais pas combien on les chiffre, peut-être une petite centaine quand même, de marins français qui se sont révoltés, y compris sur Sébastopol et sur la côte, et y compris sur la côte roumaine. Moi, ce qui m'impressionne dans ce que vous dites, c'est d'abord l'extrême solidité de l'armée rouge. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de révolution soviétique s'implantant sur la longue durée et dans le cadre de ce conflit majeur terrible si l'armée rouge ne s'était pas fondée de manière rapide avec Ségradé, avec Trotsky, etc. Et ce qui m'impressionne beaucoup, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire allemande, c'est la maturité de l'armée allemande qui, dès le milieu de l'année 1918, dit « on veut rentrer à la maison ». Cette guerre n'est pas notre guerre, nous voulons rentrer à la maison et qui vont rentrer sur la fin 1918 après l'armistice. Évidemment, la situation économique générale va faire l'effondrement économique de l'Allemagne et les contreparties absolument terrifiantes qu'on lui demande vont faire qu'en plus de ces revenants des combats du côté allemand, va s'agréger toute la population allemande. Moi, je suis très impressionnée par la maturité des armées à ce moment-là. Alors, peut-être qu'il y a des raisons que je ne sais pas encore. Si vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce retournement complet des forces armées russes, du rôle de l'armée rouge, et également ce qui se passe en Allemagne, est tout à fait fascinant. Il est évident qu'en Allemagne, le travail contre les communistes et contre les progressistes sera laissé à la socialdemocratie. Merci beaucoup pour votre question et pour votre explication. C'est très intéressant. Pourquoi la armée советienne a été très forte ? Pour plusieurs причins. Во-первых, это была высокомотивированная армия, потому что она понимала, за что она сражается. Вот эти принципы, которые принял Второй съезд Советов, они сразу создали легитимность. Было объяснено, за что воюют рабочие и крестьяне. Они воевали за землю, то есть за земельную реформу, о которой крестьянство мечтало. А любое белое движение в своей экономической программе учитывало помещище землевладения в той или иной форме. Крестьяне этого, конечно, уже не хотели. Это первый момент. Второе. Крестьянство, безусловно, хотело воевать за власть Советов, потому что Советы – это не буржуазный парламент. Советы были более понятны крестьянской массе. Ну и в-третьих, крестьяне воевали за Родину, потому что они видели, что на той стороне куча каких-то иностранцев непонятных, за которыми стоят их правительства. А это все-таки свое родное. То есть, как это, с одной стороны, лозунги пролетарского интернационализма, но с другой стороны, понятно, что здесь все свои, наши, понятно, а там какие-то иностранцы. То есть у этого, у гражданской войны, у интервенции был и формат Отечественной войны тоже. Кроме того, надо отметить большую гибкость большевиков. Они не были фанатиками, в плохом смысле этого слова. Дело в том, что они сумели привлечь для военного строительства, но если не весь цвет, то во всяком случае, очень многих профессиональных военных еще царского периода, которые пошли с ними. Именно они строили Красную Армию. Вот тот же Александр Самойло, которого я упоминал, он дожил до конца 1960-х годов, стал уже генерал-лейтенантом Красной Армии. Он не пострадал ни в каких репрессиях. Его именем были названы улицы Вологде и Архангельский. То есть это был советский герой, несмотря на свое царское прошлое и царские ордена. То есть боевой дух Красной Армии постоянно повышался, а Белая Армия постоянно понижался. Что касается убежденности немецких солдат, здесь надо учесть, что, конечно, находясь в плену на территории России, они жили в этой атмосфере, общались с русскими рабочими и солдатами и, естественно, перенимали от них эти взгляды. И не зря немецкий генерал Людендорф написал впоследствии брошюру под названием «Большевистская бацилла». Он в этой прошуре писал, что приезжает один бывший пленный из России, через две недели все соединение отказывается воевать. Я хочу добавить один вопрос о Мексике. Вы знаете, что есть огромный генерал советский герой, Сергей Меккайлович Айзенштейн, который сделает фильм о революции mexиковой. Он хотел сделать один, но он не получил его, но он не получил его, и я видел его монтажа, который сделает «Вива Мексико». И это очень интересный, потому что он был очень любимый для мексиковой культуры mexиковой, он стал революции. Это история из пеона, из-за жителей, который был перенимен, который был в главном мексике, который был в главном метеору. Он в этом метеору. Он имеет свою жену, который имеет правую имену. И в принципе, он лечит шансы. И потом, он револит, он литерный живый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не важно в какой стране жил революционер Важно, чтобы революционная идея, пролетарская идея, она же интернациональна Поэтому отсюда и такие идеи Я вам скажу больше, что в эту эпоху очень много снимали фильмов для детей и юношества Но в классические сюжеты стремились в Советской России внести революционную борьбу Знаете ли вы роман Роберта Луиса Стивенса «Остров сокровищ»? В советское время, в 20-е годы эта книга была экранизирована в Советском Союзе Так вот там за сокровищами плывут не только пираты, но главные герои Доктор Ливси и Джима Хокинса там нет, там есть Джейн Хокинс, девушка Да, да, так вот они ирландцы и борцы за независимость Ирландии от английского ига И деньги им нужны для того, чтобы сделать ирландскую революцию Поскольку Советский Союз выиграл в гражданской войне Красные выиграли в гражданской войне И Советская Россия стала фактором, устойчивым уже политической жизни То все-таки пришлось с ней выстраивать отношения И потом состоялось Рапальское соглашение Знаменитые, когда были установлены дипломатические отношения с Германией Потом и Англия, и Франция, и Швеция признали Советскую Россию Последние американцы в 1933 году Деваться уже было некуда Ну, естественно, во-первых, большевики захватили государственный аппарат Они национализировали все банки Это первое Во-вторых, поскольку они стали властью, они стали взимать налоги Это второе Третье Они заполучили в свои руки всю промышленность И, соответственно, смогли мобилизовать рабочих Для работы на фабриках и заводах То есть у них в руках оказались необходимые ресурсы Которые позволили им вести войну Кроме того, в их руках оказалось значительное число складов С вооружением и боеприпасами Они оказались именно у них, не на белых территориях Которые, соответственно, этим вооружением была в результате вооружена Красная Армия Поэтому большевиков, конечно, были достаточно широкие возможности Но именно в силу того, что они сами стали властью И смогли распоряжаться государственными ресурсами Ну и, наконец, в руках большевиков оказалась значительная часть золотого запаса Которыми они впоследствии расплачивались за продовольствие и промышленные товары Да, конечно, безусловно, есть очень много примеров таких Например, есть знаменитые военные братья Махровы Один из которых остался служить в Красной Армии А другой как раз оказался в эмиграции во Франции Вот интересна его судьба Он оставался во Франции, как раз когда ее захватили нацисты И когда произошло нападение Германии на Советский Союз Он написал письмо советскому консулу Советскому консулу с просьбой Он написал так, что я готов воевать в Красной Армии хотя бы рядовым Но это письмо было перехвачено уже разведкой Питена Маршала Питена, его арестовали и заключили в концентрационный лагерь Вот такой пример такого разделения Александра Михайловна Калантай, член ЦК партии большевиков в 1917 году И первая в мире женщина-министр Министр государственного презрения в первом советском правительстве Она была видной большевичкой, а ее троюродный брат Игорь Северянин Был известным российским поэтом Серебряного века Вот он эмигрировал, у них была переписка Она призывала его вернуться Он все мучился возвращаться или не возвращаться Он так и не вернулся, но поскольку он жил в эмиграции в Эстонии То в 1940 году Советский Союз сам пришел в Эстонию Alors, est-ce que « Le chemin des tourments » est un livre qui est beaucoup lu en Russie déjà ? Parce qu'on ne sait pas très bien, à une époque, on racontait tellement de choses interdites Qu'on s'est posé la question qu'il y avait des livres qui paraissaient en Europe et qui étaient interdits Moi, je sais que ce livre-là, « Le chemin des tourments », ça m'a ouvert une ouverture sur la réalité, la vie de tous les jours pendant la lutte de la guerre civile Où, justement, la question des familles, là, on la retrouve Знаете, я абсолютно с вами соглашусь, потому что я также считаю, что это одно из самых правдивых произведений о гражданской войне И я очень сожалею, что оно ныне исключено из школьной программы Я к вашим словам добавлю, вот мы говорили о царских офицерах, которые строили Красную Армию Дело в том, что одним из таких офицеров был прототип Рощина, одного из персонажей кадрового царского офицера А прототип это был зять Алексея Николаевича Толстого, генерал, после Первой мировой войны капитан, а в будущем генерал Евгений Александрович Шиловский Который стал начальником штаба Академии Генерального штаба СССР, очень влиятельным человеком Спасибо большое, и я благодаря вас, но мы благодарим за одну пару статью очень enrichи Продолжение следует...